Доброго времени суток, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Серафим, и мы продолжаем сегодня играть в гильдию 2 Ренессанс. В прошлый раз у нас прошел дуэль с Адалин Рогальский, но, к сожалению, оказалось, что дуэль не приводит к смерти в итоге. Так, встреча в мэрии, ваша заявка. Либо мы недостаточно сильны для того, чтобы уничтожить друг друга, либо просто надо было как-то другими атаками идти, чтобы все-таки уничтожить целиком, а не так. Ну что ж, бывает, бывает. Так, обладает неприкосновенностью. Не понял. Вперед. Вы отнимаете неприкосновенность, и мэр Адалин Рогальский ее лишается, а ты не Адалин может попасть под обвинением. Так, но она до сих пор обладает неприкосновенностью. Вот дела. Вот дела. Что у нас тут? Встреча в мэрии, ваше должностное место под угрозой? Да нет, никакой угрозы. Мы это уже с вами прекрасно знаем. Бормана хочет нейтрал принять. Конечно же, нам не жалко. Ну что же. Сколько у вас там? Двое, да? Да, двое. Что ж, хорошо. Метополитическое уважение, неприкосновенность и благородное происхождение. Так, политика. Матхес. Ну в этот раз мы все-таки сгоняем туда, куда мы должны прийти, в общем-то, на заседание, потому что тут мы будем проводить выше уже Хелену, а ее мы должны обязательно довести до Маршала. Правда, через Данкмара. Ну, всякое, всякое может быть. Родовольт. Родовольт, наверное, пускай и будет главным магистратом, почему бы и нет. А вы это, двое. Так, вы уже успели уйти. Нормально, стоять. Вы у нас возвращаетесь. Так, давайте, 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 бегом. Вам нужно срочно прийти к этому дому. Хоть вы всего лишь двое головорезов, но я на вас рассчитываю. Нам не удалось, собственно, закончить с этой династии, с династией Рогальски, во время дуэли. Ну, значит, придется завершить все нашим стандартным подходом. То есть, вот таким. Ну-ка. Давай, кота. Тут у нас стражники. Давай, 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 давай. Со стражником мы сражаться не будем ни в коем случае. Нам это просто не нужно. Так что мы пока просто пройдем вместе с ней. О, отличное место. Вперед. Поехали. Так, все, стражники не увидели. Наши атаки. Это самое главное. Теперь главное успеть ее добить. Даже если мы их потеряем, ничего страшного не будет. Из-за этого. Так что давайте, не подведите нас. Так, у него почти половина. Ага, у него уже меньше половины. Ну что ж, бывает, бывает. Давайте, раз, раз. Все, половину сбили. Отлично. Ну-ка, тебе лечиться нечем, да? Как я понимаю. Ну ладно. Хорошо. Бей, бей, бей. Отлично. Так, ну все же мы, наверное, проиграем эту схватку. Хочет, головерис проходит, наверное, сейчас. А, нет. Пока нам все хватает. Отлично. Все-таки головерисы справились со своей задачей. Ну давай. Пока никто не видит. Обберем. Так. Отлично. Экспы получили. Благодаря вам, Эдарин, Рогадовский бы точно лишилась всего, что он жил за всю жизнь. Выбрала главы дипломатии. Династия Мотла, не нападение до нейтрально. Хорошо. Хорошо. Так. Тут больше у нас никого из наших нету. Так, рыбак. Рыбак нам не подойдет. Да. Наших тут нету. Значит, нам ничего не остается, как уничтожить последнего из династии Рогальски. Что ж. Время пришло, и этому мы будем заниматься не главным. Не Алдисом, так как его тут поблизости нет. Ну что ж, прощай, Эдарин. Династия повержена. Ты выполнил свою миссию. Ну-ка. У него уже полжизни, интересно, интересно. Да, и, наверное, это последнее, что ты успел сделать в своей жизни. Потому что у тебя, думаю, тут шанса нету. Так, давай-давай-давай. Я постараюсь тебя спасти. Тебя, конечно, очень мало на это времени, но... Я буду рад, если ты спасешься. Ух ты, как мы взлетели-то, а? Давай-давай-давай. Сопровождение... Алдиса. Вперед. Ну-ка, успеваешь уйти? Успеваешь. Ну, отлично, отлично. Все. Как я понимаю, династия повержена. Династия Рогальски вымерла. Они нам больше не враги. Совершилось то, что должно было. Итак, против нас осталось всего три династии. И с ней мы уже будем, как я уже говорил, вести другим способом борьбу. Либо вообще просто подружимся. Если выйдет, конечно. Итак. О боже, снова выбор. Надеюсь, надолго это не затянется. Так, кто у нас тут, да? Что это? Может приказывать осведомителям. Право на суд инквизиции. Ясно. Сынфичину, треконы. Так. Ты у нас сейчас где находишься? Тут? Ну, давай, порости нам. А. Все, заседание началось. Я уж хотел бы простить кому-нибудь грехи. Итак, давай, взбирайся на свое главное место. Алдис Хэпден. Совет, где уже четверо наших. Это только начало. Итак, я открываю сегодняшнее заседание. Далее, решение о занимаемой должности. Пост генерала. Следующие кандидаты претендуют на должность. Матхиас, Бурнфингер, Хелена Хэпден. Правым голосом обладают следующие граждане. Ну что ж, продолжим голосование. Мой голос получает Хелена. Конечно же, Хелена. Ну, это уже ясно. Оглашая результаты голосования, благородная госпожа Хелена Хэпден, новая еписка в городе Гамбург. Мои поздравления. В общем-то, она там уже им и была. Далее. Сейчас, наверное, уже должность канцлера. Как я понимаю. Нет, положение епископа. Следующий кандидат претендует на должность. Хельга Бурман. Ну, она назначается. Да, наконец-то. Мне удалось. А сегодня это все. Уважаемые члены совета, удачно вам добраться домой. Ясно. Получается, это не епископом, а мы стали канцлером. Это какой-то глюк был в речи. Ну, у меня, в принципе, и такое дело устроит. Так, что у нас тут происходит? А, опять пытаются нас сместить. А, это не нас, Фредерика Маркетом. Это к нам никакого отношения не будет. Пойдемте с выбором. Мой голос получает Фредерика. Фредерика. Ну да. Тут уже беспаленно что-либо говорить. Защитили ее место. Так, нас тут что-нибудь касаться вообще будет, интересно. Должность управляющего найма. Так, это мы? Моника Хэптон. Да, да. Она назначается. Отлично. Тоже стихоньку продвигаем своих. Победа! Уважаемые друзья, благодарю за то, что приняли участие в заседании. На этом я объявляю заседание закрытым. Супер. Поздравляем, Хелена Хэптон, теперь генерал. Иммунитет, отдать приказ об арестине начальника городской стражи. А ты у нас кто? Управляющий наймом. Плата за расширение. Так, ну-ка посмотрим. Моника. Так. Поэт-заявление. Давай, например. Через кого-то пойдем, что-то тут. Ну, давай, наверное, Татьяна Моттл. Берем ненужных нам лиц. Давай. Так, теперь ты. Хелена. Ты у нас дальше пойдешь на канцлера. Понятно, почему. Не канцлерство решалось. Это я, видать, ошибся. Не заметил. Так, встреча в мэрии. Да, хорошо. Все. Придем. Here I am. The sailors. Ты у нас где? Так. Куча встреч в мэрии. Новый спродаж изменен. 20%. Ясно. Так. Что у нас тут есть? Пламенная речь. Все. Собственно, мы тут уже больше ничего сделать не можем. Ну, все, выходим. Тогда. Так. Консультация медика. Да, подлечиться нам бы не помешалось. Ладно. Посмотрим. Сейчас, наверное, самое то рассказать. Пламенную речь. Еще раз повысить все. Репутацию в народе. Вы не можете предпринимать пламенную речь до 22-15. А, она еще заканчивается. Ну, нормально. Нормально. Тогда, пожалуй, мы сейчас отдохнем где-нибудь. Вот, например, в нашем главном доме. Который вполне скоро может превратиться уже в полноценную виллу. Если это вообще возможно. Лучше здание. Постучи под дерево. Ланди фул. А, нет. Выше особняка нету еще. Значит, вилла строится отдельно. Давайте посмотрим. Так. Да, особняк это последнее, куда можно добиться. Дальше уже идет вилла. Вилла, поместье и дворец. Вместе 50 тысяч. Это еще надо будет подумать, на самом деле. Так. Титул. Ворон. Ну, блин. Ворон. Это, видать, какой-то уже особый вариант. Ну, посмотрим. Может, даже до получения нового титула графа, мы уже будем возводить все виллы или дворец. Может, это быстрее? Да, и как-то надо быстрее возвышаться, а то у нас уже много лет. Надо успеть отстроиться как следует. Сколько нам? 68. Но свеча жизни еще горит, так что все в порядке. Цеховый старейшин. Благородный господин. Дож в Гамбурге. Итак. Да, пожалуй, отправляйся. К себе домой. Да, все уже доступно. Да, после речи как раз и пойдешь. Давай, поднимай себе репутацию. О, другое дело. Все, пока мы говорим пламенные речи свои, давайте проверим наши заведения, наши бизнесы. Тут опять же никто не работает. Ну, я даже не знаю, что и говорить. Все халявят, видать, дрыхнут. Где там? Раз, два, три, четыре. Устроить засаду. Поехали. Тут у нас что? Так. Тут у нас кто? Головорез. Что это делает головорез просто в доме? Интересно. Просто ешь свое сжалование? Вот это да. Такое не пойдет. Один из ваших детей, Королла, имеет достаточный возраст, чтобы получить специальное образование. Ну, давай. На этом мелочиться никогда не будем. Так. Хильда. Королла. Так. Все английским языком. К поставщику при дворе графа. К пекарю при дворе графа. Все. Все при графе. В имперскую армию. К советнику. К пекарю. К поставщику. К поставщику это скорее всего будет... Патрон. К пекарю это производитель. То есть мастеровой. К советнику это ученый. В имперскую армию это будет опять же вор какой-то. Выйдет. Ну, кого нам не хватает? К поставщику, наверное. Да, нам их не хватает. Так что давай вот так пойдем. Твое обучение пройдет у поставщика. А тебе сколько, Хильда? Три года? Прилично. Так. Как он у нас там? Из династии-то. 25 тысяч. Отлично. К верно. Тебе сколько еще осталось? 57 лет. Ну, как мне кажется, у тебя... Свеча жизни даже меньше, чем у Алдиса, который уже прожил почти 70. Кто у нас тут не женат? Кто совсем одинок? Родоволь себя отлично чувствует. Томас тоже. А вот Мертен с Эмилией совсем одни. Надо что-нибудь с этим менять. Так, мы сейчас проводим Монику, значит, и Хелену. Вот как доведем, так и возьмемся за них. Смотрим, сколько им лет. Так, все, посмотрим. Так, 37. Где у нас Мертен? Ага, 42. Но еще не поздно, в принципе. Томас, Каролина, Эрнон. Так, где она? Где наш-то там? Родовольд, Данкмар, Эмили. Вот. Известный... Да, пора бы ей отправиться в крестовый поход. Вот что, о чем я подумал. Дипломатические отношения. Да, конечно. Один из ваших детей, Карола, прерывает процесс обучения. Необходимо провести на занятиях еще 14 часов. Для завершения курса обучения. Ясно. Так, где наш этот первый дом? Дом Патриции, вот. Моника Хэдн только тут проживает. Как я посмотрю. А вот Головорез, по-моему, ничего уже и не делает. Ну-ка. Да, что-то он ничего не сдает. Довольно странно. Кладовая. А, ясно почему. Тогда все понятно. Вот. Теперь надо бы отослать эту повозку, повозку продать все. Давай. Так. Ну-ка. Разгрузить и вернуть. А то просто так простаивается. Отлично, отлично. Алладис, ты уже все закончил, как я понимаю. Значит, тебе надо отправляться к себе домой отдыхать. В свой... Нет, все-таки даже этот особняк, почти дворец уже. Ну, очень даже неплохо тут прорисован. Мне даже кажется, что ни у кого в городе нет такого особняка. У всех максимум дам по три циф. Файст хочет заключить свои пакты и нападения. Принять. Вот столько всех объявлений и так далее, а что-то мы не видим. Продвижение. Такое ощущение, что врагов не становится меньше, хотя мы все время с кем-то там заключаем союзы. Так, ну, династии-то это понятно. Ну да. Ну да, в принципе, нехило у вас тут. Так, я не понял, что ты не ведешь к себе домой-то? Давай, давай. Местного назначения нет пути? Это как? А сюда? Есть. Ну, другое дело. Что у нас тут еще есть? Пламенная вещь. Так, все, у нас вроде бы больше ничего нету. Вдруг смог. Ну что, двигаемся? Ага, идем. Если мы не можем зайти в свой дом, это довольно печально. Цеховый мастер. Все как обычно. И вообще, думаю, если мы все-таки сможем попасть себе домой, я создам пригла... ээээ... приглашение, выслам. Сделаем пир, чтобы... как-нибудь... настроить отношения. Че ты там говоришь там? Ну-ка, работник. Давай. К местному назначению нет пути. Как нет пути, я не понимаю. Ты что, никого нету? Или сюда больше не зайти? Это довольно печально, если так... принять. Что у нас тут еще есть? Салон. Ага. Ну это мы уже с вами видели. В особняке тут особо ничего не меняется. Что такое? Грюки какие-то жесткие местами. Ну ладно. Хотя красивые картины из игры взяты. Но, тем не менее. Да. Так, задняя комната. Эти переходы с дверьми довольно интересно сделано. Так, ну тут у нас тоже, конечно же, никого нету. И все-таки это проблема. Все-таки это проблема. К местному назначению нет пути. Этот дом нам очень сильно мешает. Как я понимаю. Так. Можешь от него как-нибудь избавиться? Частный дом заплесневелый сезон. Ну я, в принципе, знаю, как от него избавиться. Довольно простой способ. Поехали. Так. Ничего себе. Отойди-ка немного. Тут на тебя тут кто-то атакует. Отлично получается. Давай, давай, давай. Защищай. Точнее, атакуй этих. Не вешать. Вот это я понимаю. Получай. Отлично. Так. Чтобы по-быстрому избавиться, нам надо нанять людей. Не нужно снять людей, невозможно найти работников для здания особняк. И нафига бы мы вообще возвели тогда главное наше здание, если мы не можем даже туда никого нанять и войти. В имперскую. Так. Поставщику. Поставщику. Давай. Встречу в мэрии. Ваше должное место под окрозом. Вот я с ним. Ничего страшного. Так. Вот. Только к прежнему нельзя войти, к сожалению. Ну-ка, давай, давай. Во. Нанялся ведь. Сейчас есть народ. Значит, нанимаем всех возможных. Нам это недорого обходится, как ни крути. Так, осталось теперь найти его. Где у нас Ибанка, Логова. Вот, особняк. Раз, два, три, четыре. Тоже Хелену. Сопровождение Алдиса. Вот. Как вы сюда придете, так мы и начнем уничтожать ненужные нам по краям здания. Тут еще и гильдия воровка находится. Ничья. Ну-ка, хотите приобрести здание гильдия воров в мрачные тучи. Довольно интересно. Интересно. Двадцать тысяч. Я думаю, это того не стоит. Так. Все пришли? Пока. Да, все. Значит, мы можем начинать. Начинать ненужные нам здания по краям. Поехали. Так. Давайте. А вы будете меня защищать от всяких здравоохранителей, которые по краям бегают. Хотя у них нет ни шанса после такой-то охраны. Так. Вот сейчас еще один присоединится. А нет. Ушел. Правильно. Сделал правильно. Или нет. Все-таки он глуп. Да что ж такое? Он ходит. Это, по-моему, тупиковая такая ветвь. Им дальше просто не пройти. Ладно, отнимайте понемногу жизнь. Взрывать бомбу я что-то не очень хочу, так как, возможно, она заденет наше здание. В том, чинить не очень так захотелось бы. Хотя, почему бы и нет. Так. Кто это нас тут бьет? Ну-ка. Давай. Какие-то гады тут на нас решили напасть. Самое главное, что некоторые наши защитники вообще ничего не делают. Самое печальное. Во. Наконец-то. И куда вы побежали? Стоять. Ладно. Давайте. Раз уж пошли, то уж доделывайте свое дело. Получайте опыт, вам он в принципе важен. Как я вижу, вы очень хорошо его получаете, погибаем. Ну, хорошо. Ну, уже. Сторожники, кстати, вообще мимо проходят, ничего не делают. Знать, эти разбойки им вообще без разницы. Ну, жесть. Что-то у нас. Дитер Эрблев. Да, печально. Зря ты это сделал, что он напал на нас. Вот так вот бывает. Хотя, я так подумал, в принципе, мы можем легко восстановить потом свое здание, если он восстановится. Так что отведем нашего героя подальше. Так, что это у нас? Не можешь удивиться. Ну, же. Алдис. У тебя еще 10 патронов. Да, Дитера Эрмлера больше нету. Ну, я, в принципе, не против. Он сам и нравится, что он у нас напал. Так. Отменить действие мы не можем, к сожалению. Но пускай, пускай. Ну, что ж, на этом месте мы завершаем эту серию. Надеюсь, она вам понравилась. С вами был, как всегда, Серафим. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова